Приветствую, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Василия Маргелова. О чем не любил вспоминать отец ВДВ на Зимней войне. Василий Маргелов, советский военачальник, известный как отец ВДВ, что в шутку расшифровывается как войска дяди Васи, герой Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР, всегда неохотно вспоминал свое участие в финской войне. Он считал, что в этом конфликте было пролито слишком много крови и, что важно, не всегда оправдано. Маргелов старался минимизировать жертвы, но это не всегда удавалось. Во время Советско-финской войны Василий Маргелов командовал отдельным разведывательным лыжным батальоном 122-й дивизии, в состав которого входили выпускники спортивных институтов имени Лезговта и Сталина, первоклассные лыжники. Один из эпизодов, о котором Маргелов предпочитал не вспоминать, вошел в историю как акция возмездия. После возвращения из рейда по тылам врага штаб сообщил печальную новость, ночью финский отряд лыжников напал на советский медсанбат и без единого выстрела уничтожил всех раненых и медицинский персонал. Вернувшись в батальон, Маргелов собрал личный состав и повел их в медсанбат, чтобы они своими глазами увидели зверства противника. Вышестоящее командование поручило батальону провести акцию возмездия, хотя солдаты и без приказа жаждали отомстить. Они встали на лыжи и отправились в тыл врага. Утром они подошли к финскому бано-прачечному отряду, бесшумно убрали часовых и подали сигнал, что путь свободен. Ворвавшись внутрь, бойцы вырезали весь отряд, который не был готов к нападению. После этого разведчики разбросали листовки с текстом «Месть» финнам за русский медсанбат. Разбрасывание листовок было обязательной частью операции. Маргелову было важно не только отомстить за гибель беззащитных соратников, но и предотвратить такие потери в будущем. Финнам нужно было ясно показать причину гибели их людей. Листовки достигли своей цели. Известие о акции возмездия, в ходе которой, погибли финские тыловики, в ответ на уничтожение советских раненых, быстро распространилось по всем штабам Финляндии. После этого таких жестоких инцидентов больше не было. Во время советско-финляндской войны произошел еще один эпизод, который мог серьезно повлиять на карьеру Маргелова. Пробравшись несколько километров на финскую территорию, отряд советских лыжников обнаружил свежие следы противника. Маргелов решил устроить засаду, первая рота направо, вторая налево, третья на 200 метров вперед и отрезает путь к отступлению. Взять в плен несколько человек, желательно офицеров, приказал он. Солдаты замаскировались так хорошо, что возвращающиеся финны их не заметили и попали под обстрел. Бой был коротким, но яростным. Уже в его конце Маргелов заметил, что у некоторых противников форма отличается от финской. Он приказал захватить тех, кто был в странной форме. В плен взяли шестерых шведов. Выяснилось, что офицеры из Швеции, формально нейтрального государства, изучали возможность участия в войне на стороне Финляндии в составе экспедиционного добровольческого корпуса. Доставить пленных через линию фронта было непросто. Во-первых, пришлось выбирать, между транспортировкой шведов и тел погибших товарищей. Во-вторых, необходимо было предотвратить замерзание пленных. В условиях суровых морозов смерть наступала, быстро даже при легких ранениях, если раненый мало двигался. Пленных отправили в Москву, а Маргелову досталось. Его обвинили в политической близорукости, не распознал нейтралов, взял их в плен и оставил на поле боя убитых товарищей. Перспективы у Маргелова были мрачные, военно-полевой суд, а затем, вероятно, расстрел. Однако захват шведов позволил советскому руководству выразить протест Швеции, утверждая, что нейтральное скандинавское государство участвует в войне на стороне финнов. Шведский король не стал сомневаться в серьезности намерений советского правительства и больше не отправлял своих военнослужащих в Карелию. Таким образом, Василий Маргелов фактически отговорил Швецию от участия в военном конфликте между СССР и Финляндией. За захват шведов многие бойцы и офицеры были награждены. Единственным, кто остался без награды, был Маргелов. Позже он шутил по этому поводу, ничего, зато Швеция осталась нейтральной.